большое количество людей которые одновременно учат тору всевышний доволен производим божественный свет производим божественный свет и так все всем доброе утро доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро у нас сегодня 5 сентября и одновременно сегодня уже у нас 19 числом месяца месяца какого кто знает элуль 19 и луля и осталось нам до нового года 11 дней всего лишь 11 дней нам осталось до нового года и уже надо к нему готовиться то есть мы готовимся к тому чтобы ровно в рожа жена в день когда происходит смена смена года это день когда был сотворен значит первый человек как раз хороша жена это был как голова года голова мира это день когда была сотворена вообще как бы биоробот в котором всевышний пребывает в этом мире то есть взять вот так современным языком то первый человек это такой биоробот который бог его создал и говорить я буду через тебя в этом мире в нижнем мире в этом как ты или жилище мое в этом мире понятно понятно все и дальше пошла вся эта история поэтому мы с вами на сегодня в каждом из нас есть вот эта вот частичка души первого человека адам решено это был первый человек отробок создал частичка его души это частичка всевышнего и история продолжается только уже в таком микро масштабе каждый из нас в этом мире являясь пристанищем с одной стороны для бога с другой стороны вертикально ходящей лужей таким биороботом которые но который такой тело и тело то вот вопрос что ты выбираешь и так значит там мы изучаем притчи царя самона мудрейшего из людей которые нам объясняют как вся система работает и дает очень хорошие советы как пройти свой жизненный путь с максимальным счастьем с максимальными баллами чтобы уйти вечность и с минимальным страданиям с минимальными проблемами которые могут здесь быть и так 5 глава 1 отрывок начинается так мне или хахмати акшива сын мой говорит царь соломон в книге притчи сын мой мудрости моей божественной мудрости моей внимай то есть вот это вот акшива это внимательно внимательно слушай внимательно слушай литву наки от азнеха и мои логические выводы ты к ним преклони ухо свое то есть еще более приложу усилия чтобы понять что я тебе говорю значит комментаторы которые действительно они прислушивались они вдумывались они смотрели на каждое слово не знали всю тору они нам говорят вот смотри если царь соломон пишет сын мой мудрость мою слушай это он почему так пишет до этого была глава он говорил о что я был сын единственный у мамы своей и нежные у папы своего да то есть у царя давида он был не единственный говорит нам раша до один из комментаторов что вот это слово бни сын мой это он передает дословно что ему говорил его отец царь давид другие говорят нет это продолжение в концепции что тот кто ученик тот и сын то есть как сын бога это тот который живет по заповедям бога также также учитель например и приводится пример на эту точку зрения что ученики называются сыновьями когда был пророк или я у все знают пророк или я у был такой который живой поднялся на небо у него был ученик пророк илиша и когда пророк или я уходил на небо на огненной колеснице в огне то пророк илиша он кричал ави ави отец мой отец мой отсюда учат что он же не был его сын что отец это тот который тебя обучил божественной мудрости поэтому называют в например в христианстве называют боровин не равинового священников называют святой отец да то есть он святой он отец какой он тебе отец у тебя есть твой отец нет раз он меня учил какой-то там божественной мудрости значит его называют отцом хорошо значит то что такое хохма божественная мудрость еще раз хохма это аксиомы которые получены через пророков и только это называется божественной мудростью это аксиомы почему они аксиомы почему ведь ученые когда открывают какие-то законные они эти законы значит это закон закону то он объективная реальность они говорят это аксиомы это закон а если они говорят но это нам кажется что это так они говорят эта теория это не закон эта теория мне кажется что это так теперь значит хохма это аксиомы божественная мудрость почему бог так установил все один ответ как как написано что заповеди были высечены на скрижалях то есть выбиты на скрижалях они были частью этих скрижали которые маша рабену снес И получается, что они были частью скрижали, то есть, а тут наоборот, мир это разворачивание Торы. Вот эта божественная мудрость, она первична, это как программа, а мир, который со всеми его законами, со всеми его там, ну, все, что здесь есть, да, это все проекция вот этой божественной мудрости. Говорит царь Саамон, сын мой, мою вот эту мудрость божественную услышь, а к шва это, это вот внимательно, внимательно слушай. В элитвунати, твуна мы знаем уже, что твуна это логика, причина следственной связи. Человек не видит, вернее так, вот человек живет в неких фрагментах таких информации, которая попадает ему в голову. Все остальное время он живет в том, что он построил с помощью своей логики. Сегодня вторник, это значит, что и пошла-поехала цепочка разворачиваться, это значит, что сегодня мое расписание. А может сегодня вторник, это значит, что вот именно сегодня я и не буду идти по своему расписанию. Есть такая логика? Есть. А еще что это значит? Это значит, что миллион значений, то есть человек, он строит свою жизнь, исходя из своих причинно-следственных связей, исходя из своей логики. То есть есть то, что он принял как аксиомы, во что он верит. И дальше он из этих аксиом все время разворачивает какие-то свои построения интеллектуальные, значит, в которых он сам же потом и живет. И то, что он потом воспринимает картинку мира, это называется, да, познание. Вот то, что он уже прям получил. Письмист получил такой мир опасный, оптимист получил мир веселый, там, параноик получил мир фильм ужасов, там, какой-нибудь веселый человек, он получил кинокомедию, да, почему? Потому что его аксиомы, типа, а, все это, суета-сует, все, эвэль-эвэлим. Первая аксиома, вообще все неважно. Вторая аксиома, значит, люди вообще неадекваты, не знают, что они делают. Третья аксиома, значит, и это смешно. Вот он себе придумал, что это смешно когда-то в детстве, он всю жизнь смеется. А второй, на третью аксиому, он себе взял, это опасно. И он тогда все, что происходит, он перекручивает на вывод, это опасно. А это значит, что? И он опять строит себе там какие-то построения. Есть мужик один в Америке построил, построил подземный себе дом, убежище. Он боится уже лет 20, что будет атомная война. И вот он там строит как рот, зарывается, зарывается, зарывается. Потом он думает, так не только я такой параноик, есть же параноиков много. Он давай в этом доме продавать квартиры. Продает, так теперь он подземный город строит для параноиков, которые надеются выжить во время атомной войны. То есть они верят, что будет атомная война, надеются выжить и строят себе как кроты убежище, чтобы там в этом убежище еще протянуть несколько лет, если оно все сбудется. В общем, это называется логика. На иврите это называется бина. Бина это от слова строить. Понятно, да? Второй отрывок. Переходим к второму отрывку. Лишмор Мизимот, чтобы соблюдать рассудительность. Мысли есть разного качества. Вот мы сейчас с вами воспринимаем мысли самого высокого качества. То есть царь Соломон, умнейший на интернете вообще, так себя вести. Появился. Да, слава богу, видите, интернет появился, значит, что? Значит, всевышнему угодно нашего ротитора. Хорошо, друзья, все, продолжаем. Итак, надеюсь, что больше он не будет отключаться, но посмотрим. Значит, двигаемся дальше. Мы остановились на втором отрывке. Значит, вот мы приняли, что есть аксиомы. Вот мы определились, что есть логика, которая... В принципе, любая логика, она условна. Потому что выводы можно сделать разные. Из одной и той же ситуации можно сделать разные-разные выводы. Так как если у строителя есть терпичи и материалы строительные, то он может сделать огромное количество разных комбинаций и построить от какого-то квадратного домика до какого-то вот такого вот строения. Поэтому логика, выводы им особо нельзя доверять. Это чисто субъективная история. Теперь продолжает царь Соломон и говорит нам. Лишмор мезимот выдат сватайка инзору. Он говорит, сохраняй вот те вот мезима, это рассудительная мудрость. Например, мы сейчас выучили там какие-то вещи, уже мы их знаем. И мышление человека, оно состоит из множества-множества мыслей, которые когда-то попали к нам в голову в предыдущие периоды жизни. От песни «Взведи с кострами синие ночи» до песни «О боже, какой мужчина», до песни «Едем-едем в соседнее село на дискотеку». У меня репертуар есть Михаил Шафутинский, Новика в голове. Там какие-то вообще песни, которые в спортинтернате слушали, которые я особо их не любил, но как-то было принято, что вот у нас в комнате, я был спортсмен, звучал шансон. И вот я на этом шансоне, можно сказать, вырос, и я его не могу стереть уже из головы. У меня прямо чуть что сразу целые тексты такие шансона. Кто-то учил в детстве Мишну там и Талмуд, а я песни шансона, представляете? И что говорит нам царь Соломон? Вот все вот это ты уже стереть не можешь. Потому что у тебя твой ум, он просто заряженная мыслями машина, которая все время производит какие-то мысли, и все время есть сознание, то, что ты осознаешь, что у тебя в день поднимается 50, от 50 до 70 тысяч мыслей, поднимаются из подсознания в сознание. Теперь они поднимаются абсолютно ассоциативно и без, как сказать, беспрограммно. Опять же, я сегодня утром заметил, я иду, например, в кабинет, да, там, где я работаю, и у меня, я иду туда, и у меня такой, оп, всплывает мысль, что компьютер и мой компьютер, да, он находится в другой комнате наверху. То есть мой ум, когда я шел, я даже не дал ему задание, я иду для того, чтобы, там, подготовиться к уроку, провести урок, он в это время делает ресерч всей информации, которая к этому относится, и вдруг у меня всплывает мысль, что мой компьютер находится в другой комнате, надо его взять. То есть ум работает как совершенно компьютер отдельный, который есть у каждого из нас на голове, и он заряжен множеством мыслей, большинство из которых у нас с вами, они не работающие. То есть вся вот эта вот советская пропаганда, вся советская идеология, все вот эти вот знания из школьной программы, они уже или устарели, или не нужны, или изначально они были заряжены для обслуживания интересов коммунистической партии Советского Союза, но не нас с вами. Поэтому, говорит царь Соломон, сохраняй мазимот, сохраняй те мысли рассудительные, которые реально, вот мы сейчас учим Тору, сохраняй их, и ведаат сфатейха и нацру, что даат, картина твоего мира, сотворяют твои же уста. То есть то, как ты описываешь себе мир окружающий, это и есть тот мир, в котором ты живешь. Какой сегодня день? Прекрасный, новый, день новых возможностей, какой, какой, там, например, что произошло, пропал интернет, интересно или ужасно, это твой выбор. То есть то, как ты назовешь, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому, когда мы описываем картину мира, которую мы как будто бы описываем, по факту мы ее создаем. Из чего мы ее создаем? Из строительного материала, который внутри. Говорит во втором отрывке царь Саомон. Он говорит, нет, не будь автоматом. Возьми новый строительный материал. Возьми строительный материал из Торы, которые проверены, рассудительные мысли. И из него строй свою дальнейшую модель мира, картину мира. Третий отрывок. Третий отрывок он предупреждает и говорит. Значит, вот здесь как раз мы четко видим по третьему отрывку, что такое притчи. Почему притчи именно на иверите это Мишли. Почему он через примеры идет. Значит, третий отрывок звучит так. Потому что мед источают уста. Зара – это чужая женщина. Чужестранка, чужая женщина. И глажит, чем масло речи. Не обоем речи. Значит, первое, по-простому. Чужая женщина – это женщина легкого поведения, которая тебя совращает от твоей жены. Это как простое такое понимание, что вот мужчина, который женатый. Вспомните фильм «Любовь и голуби». Помните, был фильм «Любовь и голуби». Мужчина из деревни едет в санаторий. И там женщина Гурченко, которую играет Людмила Гурченко, она его, значит, начинает его соблазнять. И вот его жена, которая из деревни, она такая простая женщина деревенская. А тут Людмила Гурченко из города. И она начинает ему такие вещи рассказывать, что ты там такой, ты такой, ты такой. То есть сотовый мед источают уста чужой женщины, если она соблазняет мужчину. И глажит масло речь ее, то есть она прямо ему облегчает путь к тому, чтобы, ну, как бы с ней соединиться. Это по-простому. Теперь, что такое притча, что такое метафора? Здесь речь идет о идеологиях, которые отличаются от Торы. Все эти идеологии придумали люди, которые шли против Бога. Потому что если человек за Бога, ему все, что он читает, ему ложится прямо вот гладко. Вот как раз Тора и есть мысль Бога, приказ Бога, способ жизни, который Всевышний дал. Теперь, но есть люди, которые не готовы так жить. Например, Карл Маркс. Берем для примера Карл Маркс. Или Ницше, например, да. Вот они, значит, Ницше говорит, Бог умер. Откуда ты знаешь вообще? Кто ты такой? Это Ницше, да. Ницше сумасшедший, который умер в сумасшедшем доме. И он вдруг говорит, Бог умер. А зачем тебе такое говорить? Что значит? Как ты вообще можешь сказать, что вообще Бог умер? Мир есть, а Бог, который его сотворил и поддерживает его, нет. Ну, бред. То есть ему поставили правильный диагноз, он умер в сумасшедшем доме. Но какие-то люди читают его книжки, а он продвигает теорию о сверхчеловеке. И люди, у которых есть внутри вот этот вот корень эго, эгоизм, гордость, высокомерие, они говорят, а круто он сказал, смотри-ка, да. Я человек, я самый крутой, мне все дозволено, вообще все могу делать, все, что я хочу. И есть люди, которые повелись на его вот эту идеологию. А что, чем отличается Тора от Ницше? Ну, нельзя, конечно, сравнивать, но Ницше, он тебе говорит, а ты ничего не должен, ты вообще ничего не должен, у тебя нет долгов. Ты хочу и буду, и даже если тебе хочется убить кого-то, убивай вообще. То есть он просто, это и называется, что сотовый мед источает уста чужой женщины, и глаже масла, речь ее легко заходит. Ничего делать не надо, просто скажи, что Ницше молодец, хорошо придумал. Карл Маркс, та же история, да, он говорит, весь мир насилия, мы разрушим. Хороший лозунг, да, то есть мир насилия, мы разрушим. То есть у человека внутри, у человека доброго, хорошего, это прямо ему, как бальзам на душу, да, он говорит, какой Карл Маркс молодец. Мир насилия мы разрушим, то есть мы всех злодеев мы уничтожим до основания. То есть мы всех, прямо их, когда его спрашивали, а как ты собираешься коммунизм сделать? Ну, есть же там люди, капитализм у них, частная собственность, семья, ну и так далее. То есть он хотел все разрушить. Как ты собираешься это разрушить? Он говорит, просто, а если люди не захотят, убьем? Значит, представляете, он говорит, вначале хороший лозунг, сотовый мед источает у стачи женщины. Весь мир насилия, мы разрушим. Красиво, мед. До основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. И опять мы сделаем такой мир, в котором те, кто были не тем, станут всем, и они будут угнетать всех остальных. Глажи масла, небо ее. Теперь, к чему это приводит? Четвертый отрывок. Вэ ахарита, мара келяна. Но последствия от нее, от вот этого вот женщины, которая тебя соблазняет, по-простому, или от чуждой идеологии, которая тебя соблазняет, это пример, Машаль, вот эта притча, которая, которая легла в название этой книги. Последствия от нее горькие, как леона, какая-то полынь, такая горькая трава. Помните? Слова ее сладкие, как мед, но последствия горькие, как полынь. И заходит ее речь, гладко, как по маслу, а последствия остры, как меч обоюдоострый. То есть, последствия, как острый меч, который потом глотку разрывает. Пятый отрывок. Роглея, Ярдот, Мавит, Ноди ее ведут к смерти, Шиоль, Цааде и Тмоху, значит, преисподняя, а преисподнюю опираются ее стопы. То есть, отсюда понятно, что все-таки, речь шла в основном не о женщинах легкого поведения, а о чуждых идеологиях. Но есть пример, а есть на что он намекает. Поэтому, если мы говорим про женщину, тот же фильм «Любовы голуби», он потом пишет жене письмо, «Я от вас ухожу». Его семья его полностью отрицает. Значит, как так вообще? Ну, жена, дети, ну, как это так? И он оказывается в доме у Гурченко. И он ей говорит, «Дай мне соли». Она говорит, «Соль – это белая смерть». Он говорит, «Ну, дай сахара». Она говорит, «Сахар – это сладкая смерть». И дает ему какую-то еду ужасную, какую-то, в общем, мозг ему выносит полностью. И он говорит, «Секундочку, в санатории, так это было, значит, все как красиво и хорошо. А сейчас что?» И он возвращается к жене обратно в деревню. Теперь, в этом случае, я не помню, чем закончился фильм, приняла его жена, не приняла, это я не помню. Но, когда человек уходит от Торы в чуждую идеологию, то у него очень часто обратно, но есть обратный путь, да, даже есть же известнейшая история про четыре человека, которые поднялись в Пардес, в Расти, ну, в самое высокое место. И один сошел с ума, один умер, один вернулся и отошел от Торы, и рабе Атива вернулся, зашел и вышел с миром. И вот тот, который ушел от Торы, его звали или Шайбанабуа, Ахер, он потом хотел вернуться к Торе, но он услышал такой голос, что Всевышний сказал, все могут вернуться, кроме него. Это была ошибка, это была для него проверка, потому что то, как он отошел и то, как он сделал, то есть, все идет по одно напротив другого. Но, в принципе, если вы тот, кто отходит от Торы и идет на пути у чуждых идеологий, до пятого отрывка у него еще есть возможность вернуться. Но знать надо, что все идеологии, которые, кроме Торы, они ведут человека к духовной смерти и в преисподнюю, то есть, до духовной смерти еще будут большие страдания души после выхода из этого мира, когда душа видит, какую возможность она потеряла, как она впустую прожила жизнь, как она пройдя жизненный путь, вместо того, чтобы, выполняя заповеди, изучая Тору и присоединяясь ко Всевышнему и уйти в вечность, жизнь прошла впустую вообще незачем. Это пятый отрывок, все, на сегодня мы заканчиваем и значит, подведем итог, подведем итог. Значит, царь Соломон предупредил нас о том, что с одной стороны удерживать Тору, которую мы приняли уже в более взрослом возрасте, тяжело, то есть, ум, это просто, как его называют на Востоке, это обезьяна, которая прыгает вообще без остановки, которую ты остановить не можешь. И тот огромный набор исходных установок, истории и так далее, это называются, те, которые были воспитаны в чуждых идеологиях, они называются Маугли, украденные дети. То есть, потом, конечно, это все изменить тяжело, но можно, то есть, для этого мы как раз и изучаем Тору, но еще раз напомню, что изучать, это не значит слушать и читать, изучать, это услышать, понять, запомнить, повторить, повторить, повторить и удерживать в своем сознании. Вот тогда ты строишь новую жизнь, то есть, ты строишь свою жизнь в этом мире, она построена по правилам Торы, потом ты в этом мире ты живешь, 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 выполняешь заповеди, и в какой-то момент, Когда происходит третье рождение То есть выход души из этого мира Он называется на языке Торы Третье рождение, это не смерть Это именно рождение в духовный мир И если ты собрал Собрал вот эту вот криптовалюту Которая в виде Духовной работы, Тора, заповеди То в этот момент ты выходишь из этого мира И встречаешься Со всеми своими предками До Авраама Смотришь Вот это вот Адам решен, первый человек То есть будет интересно Все, дорогие друзья Всем прекрасного дня Наполненного добрыми делами Изучением Торы Благодарностью ко Всевышнему Молитвы, благодарность Очень много есть возможностей За все, что у нас есть, нужно благодарить Всевышнего Все это подарок Который вот в каждой секунде жизни Это подарок от Всевышнего И когда ты начинаешь это осознавать Ощущать и благодарить Это подход Это намерение к жизни Жизнь становится сразу же прекрасной Легкой, веселой Такой наполненной, осмысленной Поэтому все начинается с того Чтобы намерение было Присоединиться ко Всевышнему К источнику жизни И осознать, какой подарок он нам дал Что есть возможность Пройдя вот этот жизненный путь Заработать вечность Все, всем удачи, успехов До завтра Счастливо До завтра И чтобы Всевышний услышал вашу молитву Сейчас самое время Написать три вывода из урока Лично три ваших вывода Которые вы удержите потом у себя в голове Написать их в комментариях Например, удобно писать в Фейсбуке В комментариях, в Ютюбе Очень удобно писать В Телеграме у нас есть отдельное Где можно общаться, комментировать Там общаться с людьми Три с ваших вывода Это важно Потом в течение дня повторить То, что вы поняли для себя Осознали, чтобы это запомнить И помолиться Всевышнему Чтобы он дал вам возможность Осознать, запомнить Быть благодарными Быть веселыми И получить много-много ресурсов Здоровья Деньги Хорошее настроение Семья Это ресурсы для того Чтобы прославлять Всевышнего И помогать другим людям Все, вот тогда Всевышний Это самая лучшая молитва Он вашу молитву услышит Поддержит И даст вам все, что вам нужно Все, всем удачи, успехов До завтра И главное, чтобы был мир Конечно же, мы всем молимся за мир Потому что страшно, когда рядом Страдают люди Умирают люди Это очень больно И мы все молимся Чтобы война наконец-то закончилась Все, всем удачи, успехов До завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому